С добрым утром, дорогие друзья! Знаете примету? Если день начинается вкусно, то он будет просто замечательным! Или вот еще! Если утром вы посмотрели новый выпуск Хрюшев, то у вас все пойдет как по маслу! Потому что мы готовим только все самое-самое! Оригинальное! Невероятно аппетитно вкуснющее! Чтобы обязательно понравилось и детям, и взрослым! Например, сегодня мы будем делать пасту! Паста это макароны! Да, общее название! Я думал, что лучше уточнить! Спасибо! Можно договориться? Пожалуйста! Сделаем пасту! Я больше не буду тебя перебивать! Все! Сделаем пасту всего лишь из двух ингредиентов! Что, не верите? Тогда наберитесь терпения! Мы сейчас быстренько подготовимся и вместе проведем этот смелый кулинарный эксперимент! Итальянцы считают пастой любые изделия из теста, кроме хлеба и выпечки. Спагетти, тальятелли, фузилли и пене все это паста! В русском языке слово макароны появилось из-за названия макерони. Макерони – это паста в виде небольших трубочек. Не стоит путать эти понятия. Называйте любые макаронные изделия пастой, и вы никогда не ошибетесь! Итак, мы собираемся приготовить простую домашнюю пасту всего лишь из двух ингредиентов. Это сыр моцарелла и яичный желток. Не удивляемся, друзья, просто Хрюша решил немного подшутить. Да, я назвал два продукта, а появилось целых семь. Свежий базилик и помидоры черри мы будем использовать для украшения, а специи – сливочное масло для усиления вкуса. Все объяснили? Ну, по-моему, да. Тогда предлагаю готовить. Поехали. Подождем. Ну, и вот уже практически все. Три, два, один, и есть. Теперь этот сыр мы смешаем с яичным желтком. С помощью кулинарной лопатки, ну, а также можно взять кулинарный венчик или обычную столовую ложку. Кому как удобно. Да, хорошенько все перемешиваем и в итоге должно получиться такое тягучее тесто, похожее на пластилин. Это же просто волшебство какое-то. всего лишь два ингредиента, а получается такое вот интересное тесто. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки, выкладываем тесто, накрываем вторым листом бумаги для выпечки и прямо руками начинаем растягивать тесто в разные стороны. Это не сложно, тесто мягкое и очень хорошо поддается такому воздействию. Сильно тонко не нужно. Просто растянуть его ну где-то не знаю толщиной ну пол сантиметра. пол сантиметра запомнили? Когда тесто, этот комочек превратился в такой блинчик, снимаем верхний слой бумаги и режем на тонкие полоски. А потом относим противень в холодильник, чтобы охладить то, что у нас получилось. Ну, в смысле, вот эти вот макароны. Ну, то есть пасту. Вот-вот. В Италии паста национальное блюдо. Там насчитывают около 600 ее видов. Все они делятся на 6 групп. Длинные, короткие, фигурные, для супов, для запекания и с начинкой. Капеллини, букатини, ригатони, джимелли, каватапи и фарфалли. И это лишь небольшой список видов пасты. Попробуйте найти остальные. Будет интересно! Паста застыла в холодильнике и теперь ее можно варить. Сыр моцарелла, из которого мы делали тесто, сам по себе достаточно соленый. Но, если хочется, то воду можно также дополнительно подсолить. И как только паста будет готова, мы сольем в воду, добавим сливочное масло, помидоры, базилик и немного перца. Для полноты вкуса! Да, иначе паста будет просто пресной, а так неинтересно. А ты специально сказала фарифму или так случайно вырвалась? Второе. Сыр расплавьте в микроволновке, добавьте желток и перемешайте. Получившуюся массу выложите на лист пергамента, накройте вторым листом и растяните руками в пласт толщиной примерно полсантиметра. Нарежьте его на тонкие полосы и заморозьте. Затем варите в подсоленной кипящей воде буквально несколько секунд. Откиньте на дуршлаг и добавьте по вкусу масло и перец. По желанию украстьте листочками базилика и томатами. Белиссимо! Это по-итальянски, а по-русски прекрасно. Что скажете, друзья? Мы молодцы! И у вас получится, если захотите. Пусть у вас все получается так же легко и вкусно. Готовьте с удовольствием, продуктивного вам и прекрасного дня. А он будет таким, мы обещали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!